Всем привет! Меня зовут Лариса. Рада, что вы посетили мой канал. Это будет спонтанный ноябрьский влог. Как всегда, никакой логики, просто факты, события. Шучу, конечно. Доброе утро! Сейчас утро, сейчас ноябрь. И я не знаю, будет вам это интересно. Мы на выходных... Да будет интересно, если вы смотрите мой канал, значит вам интересно. Ой. Мы на выходных с мужем сходили в кинотеатр и посмотрели «Фантастические твари». Удивительно, но почему-то очень много отрицательных отзывов, несмотря на то, что, ну, мне понравилось. Вы увидите, вы увидите мое первое впечатление. И вот я уже пришла, уже полнедели прошло, и я все равно говорю, мне нравится. Я посмотрела очень много отрицательных отзывов. И я хочу сказать, что, ну, фильм-то красивый. Мы сходили в такой кинотеатр. Он выглядит, как кинотеатр под старину. Здесь очень просторно, мягкие сидения. Есть небольшие подлокотники для бокала вина. А также есть целые диваны вдали. Это места VIP со столиками, с подставками для ног. Так, ну, смотрите, как просторно. Где еще такие просторные места можно встретить? На какой мы фильм пришли? Ну, там какие-то твари. Где-то там еще преступление, наказание. В кинотеатре взяли бокал вина. Места очень просторные. Минус в том, что здесь нет гардероба, и люди просто кидают, люди кидают свои вещи просто на пол. Тут мы сидели и смотрели 30 минут рекламу драгоценностей, там, часы, бриллианты. И такой думаешь, ну, вот это кинотеатр, конечно, дает. Кинотеатр очень классный, и он выглядит, конечно, очень такой классный. Больше всего мне понравилось то, что менеджер встречал нас в кинотеатре, когда мы заходили. Мы там рассаживались на свое место. Потом он там был за баром, всем разливал напитки, там, официанты приносили их к вашим местам. И когда фильм начался, он провел инструкцию, туалеты там, пожалуйста, выключите телефон, там, приятного просмотра. И это вот прям такой сервис, мне прям очень понравилось. Короче, сейчас закончился фильм о фантастических тварей. И он закончился, не просто закончился, он внезапно прекратился. То есть я вообще не следила за временем, мне очень понравилось. Это было просто, это было очень красиво снято, это было очень, ну, мне очень понравилось. Мне просто не хватает эпитетов это описать. Но конец говорит о том, что я требую немедленно продолжения. И мне интересно наблюдать Гриндвальд и Дамблдор, мне интересно наблюдать за их историей, почему они вот отказываются сражаться друг с другом, что это за амулет. Просто вот не передать словами. Иду в музей, беру вас с собой, надеюсь, там можно будет снимать. Хочу сходить на выставку, посвященную последнему царю нашей Русской империи. Она здесь, выставка будет до марта 2019 года. Слышала отзывы, всем очень понравилось. Надеюсь, мне тоже очень понравится. Как интересно при поддержке РЖД. Ну что, идем. Фотографировать нельзя, к сожалению. Я гуляю по музею науки. Я была на выставке, посвященной последней царской семье в России, царю Николаю II и его трагическому уходу. Это надо видеть, потому что я немножко шокирована историей. Я послушала историю, почитала некоторые факты, там письма. Да, кстати, эта выставка будет интересна смотреть не только с целью исторического миропонимания, а она будет интересна также медикам и провизорам. Почему? Потому что там показаны некоторые инструменты, которыми лечили, лекарства, как их делали. Дорожная аптечка. Это огромный сундук, где в стеклянных банках хранилось лекарство. И там было несколько блокнотов, книг, как готовить, наверное, это лекарство. Не знаю. И интересно наблюдать за историей. Вообще, это надо видеть. Оказывается, могилу, вот эту яму нашли в 70-х годах, а эксгумировали только в 91-м году. Первые захоронения уже были в 98-м году. И церковь не признавала, что даже ДНК-тесты, анализы, она не признавала. Я немножко шокирована этим знанием. А последнее тело – это Алексей Николаевич и его сестры Марины. Марии, Марии, представьте меня. Вообще, в 2007-м году только нашли. И я просто поражена этим фактом. Просто я почему-то думала, что это было все давно, а оказывается, все это только недавно, грубо говоря, раскрыли. Почти 10, ну, чуть больше 10 лет назад их только. Почему? Я была в шоке от как... Нам просто в России, как историю преподавали, их застрелили и закопали. Оказывается, их не просто застрелили, а тел пытались избавиться, их пытались скрыть в шахте. Шахта оказалась неглубокая. Куда-то повезли под Свердловск, там пытались выкупать яму, пытались тело сжечь. Не хватило им бензина. Они все, что смогли, закопали, а все, что не сгорело, они начали бить лопатами, разбивать кости и разбрасывать по округе. Это вообще какая-то ненависть. Это вообще... Если посмотреть на последние фотографии девочек, когда их побрили наголо, вот просто в глазах какой-то ужас. Это просто страх. Это вообще вот... Ну, я не знаю. Это... У меня немножко такое шоковое состояние от такого зверского преступления. Это не просто... Это какой-то ужас. И самое страшное, это показывают захоронение, вот эту Ганину яму, и на ней сидят вот эти преступники, как большевики, и они так улыбятся. Это так противно на это смотреть. Хотелось просто ударить эту фотографию. И я постоянно думаю о том, что бы было, если бы царя не убили, вообще как бы мы существовали, если наследник был болен гемофилией. Кстати, гемофилия тоже посвящен стенд, потому что важно знать об этом, об этой болезни, потому что переносчик является мать. Я вам рекомендую, если вы в Лондоне до марта 2019-го, обязательно сходите, потому что выставка бесплатная, но нужно обязательно зарегистрироваться на сайте, забронировать себе appointment. Но лучше один раз ходить и посмотреть на вот нашу историю. Гордость берет, когда ты смотришь русские экспозиции в лондонских музеях, и прям так гордо, так вообще так круто. В Лондоне похолодало, температура пишет 7 градусов, и кажется вроде 70 градусов, да ни о чем, ну еще тепло. Ну, знаете, вот влажность высокая, от этого еще холоднее кажется. Горд украшен, и самое удовольствие будет вечером. Вот и в этот момент надо строить, что-то грузить. Одно удовольствие гулять вечером, поэтому чашечка горячего чая я взяла подкрепиться, и такие маленькие печеньки. Их говорят, говорят, что они очень вкусные, и в принципе очень популярные здесь, как фастфуд на вынос. Спасибо, что смотрели мой канал. Скоро будет видео по украшениям города Лондона. Как красиво украсили гирлянды, люстры, но прям настроение уже. Новый год, Рождество. Скоро будет видео, так что подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующее видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok